Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики. Странные дела начали твориться. Такое ощущение, что путинская так называемая элита решила массово бежать из России. В России резко вырос спрос на так называемые золотые паспорта. По словам экспертов рынка, произошел небывалый бум интереса россиян к таким программам. Количество обращений выросло почти на 20%. Самая популярная страна в ЕС – Португалия. На втором месте по числу обращений – страны Карибского бассейна. На третьем – Кипр и Мальта. Либо они что-то знают, либо просто решили прикупить паспорта иностранных государств на всякий случай. Но явно их самолеты уже на готове и они чувствуют приближение народного гнева. И на фоне всего этого очень неприятна очередная новость от Путина. Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию. Список награжденных будет обширным. В него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены Единой России и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию. Некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной антинародной кампании, свои списки достойных, так называемых достойных награждения или поощрения в администрацию президента по запросу чиновников направили представителей Единой России и ОНФ. От Общенародного фронта в список вошли представители регионов, ряд представителей руководства и Центрального штаба движения. Некоторые члены Центрального штаба, которых предлагается наградить или поощрить, также входят в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Сенатор Клишец, сопредседатель группы, от комментариев отказался. Депутат Павел Крашенинников, другой сопредседатель, на вопрос по поводу этого награждения не ответил. Свои списки для Кремля готовят и в Центрсберкоме. Члены ЦИК уже получали награды по итогам выборов президента в 2018 году. Тогда зампредкомиссии Николай Балуев был представлен к ордену Александра Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина к ордену почета. Рядовые члены ЦИК получили благодарности президента. Не забудут также некоторых артистов и блогеров. Их наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но и за деятельность в период пандемии. Многие работали в этот период в карантине на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции, поясняет блеский Кремлю источник. Сергей Безруков и Владимир Машков на звонки по этому поводу не ответили. Вручение госнаград, благодарности и почетный грамот президента по итогам плебисцита не станет исключительным событием. Это стандартная оказывается практика по итогам выборов, когда награждают отличившихся. По итогам выборов могут вручать такие награды, как орден за заслуги перед Отечеством, орден Александра Невского, орден дружбы, а также медали ордена за заслуги перед Отечеством. В своем большинстве награждение происходит с закрытым указом Путина. Друзья, мне вот интересно, какой орден заслуживают все эти махинаторы. Как по мне, они достойны только одной награды – ордена Иуды за ту деятельность, которую они проворачивали против народа. Поправки Путина фактически узурпировали власть в стране. Путин получил безграничную вечную власть. Олигархат Путина получил возможность и дальше доить страну. Все окружение Путина – спокойную и безбедную жизнь на долгие годы, а народ – продолжение ограничения прав и свобод, а также нищенское существование. Как вам не стыдно, граждане властимущие? Даже заикаться о каком-то награждении тех, кто наглым образом предал свой народ. Думаю, что люди с достоинством оценят эту новость и выскажутся в комментариях, какого ордена заслуживает каждый из этих представителей режима. Противостояние народа и власти, деление людей на своих и чужих, как мы видим, продолжается. Привести это может только к одному. Думаю, что каждый уже догадывается, что это может быть. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова